Время для разработчиков UI-тестинг-плагина, что очень релевантно для нас прямо сейчас, а также ментейнер поддержки GAG для IntelliJ IDEA. Нашим экспертам выступит Размик Сейсян, опытный разработчик, за плечами которого 10 лет разработки различных решений на таких языках, как C-Sharp и Kotlin. Исследует новые подходы в управлении тестовыми сценариями. Адепт концепции Test as a Code. Ребята, привет. Привет, Серега. Привет. Привет, привет. Очень рады, что мы можем здесь рассказать побольше о разных инструментах, которые мы делаем. Спасибо конференции, что у нас есть такая возможность. Очень рады всех видеть здесь. Я надеюсь, что вам будет полезно узнать что-то новое. А если вы знали, повторите, узнать, как этим пользуются другие. В качестве открывающего вопроса я бы хотел задать очень простой вопрос. Что такое адепт подхода Test as a Code? Это секта какая-то. Да, да, да. Это секта людей, которые пытаются держать свои тесты. Там рядом с проектом в коде хранить спецификации тестового сценария в текстном виде и шарить через BCS. Кажется, Сергей просто не смотрел никакие доклады с прошлого сезона и позорит нас здесь. Было неоднократно уже на наших конференциях про Test as a Code. Рекомендую. Прошлый сезон Гизинбага был также замечательный. Можно пересматривать. А мы, наверное, давайте будем начинать. Спасибо, Сергей, за представление. Давайте будем начинать наш форкшоп. И поехали. Здорово. Рад вас всех здесь видеть. Сегодня я буду рассказывать вот такой вот интересный воркшоп, как IDE может помочь вам в тестировании. И идея этого доклада, она родилась так вот спонтанно, казалось бы. Вот мы разработчики, в основном, как бы вокруг меня, тоже люди что-то разрабатывают или тестируют. И, кажется, всю вот историю нашу айтишную делали продукты в основном для девелоперов. Вот многие компании делают всякие там IDE, Tooling, Command Line, кучу делают, 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 все для девелоперов. А ведь есть потребности у специалистов по тестированию, которые пересекаются такие же или там чуть-чуть совсем отличаются от потребностей этих самых разработчиков. И вот сегодня я как раз попытаюсь вам рассказать, как существующие, казалось бы, инструменты, типа вот наших IDE, которые мы в JetBrains все делаем, на самом деле применимы и полезны в задачах тестирования. Вот. Я надеюсь, что вы этой мыслью тоже проникнетесь, и как-то это поможет вам ваши рутинные задачи решать лучше. Так. Я вообще давно занимаюсь в IT всякой ерундой, типа пишу фреймворки библиотеки, но также я в Куа-комьюнити что-то рассказываю про IDE с недавнего времени и в свое время сам ставил автоматизацию тестирования в компании, в которой я работал, помогал инженерам тестирования писать фреймворки на их проектах и, в общем-то, довольно часто помогаю вот с такими вот задачами коллегам из разных других компаний. В JetBrains я поддерживаю два популярных плагина для автоматизации тестирования. Один из них Selenium, а второй называется Gage. Это плагин для разработки тестов на базе BDD спецификаций. Вот, если вдруг вам интересно BDD, то можете тоже посмотреть на Gage. Довольно интересная идея за этим продуктом стоит. И вот сегодня я попробую рассказать вот такие вот разные вещи об BDE. Вот такие у нас темы будут. Я даже постараюсь не проговаривать. Мы их окинем взглядом, что вот мы посмотрим на всякое разное все, что есть в BDE. И центральная идея будет именно как все эти возможности, которые там есть, применять в ежедневных задачах тестировщика, QE-специалиста, вот, в принципе, вот именно для тестирования. Ну, даже если вы разработчик и тестируете, то вам тоже будет полезно. Я попробую вам как-то все это дело на передний план вот вывести. Так, а пока мы не начали что-то прямо делать, я хочу подсветить для вас основные возможности IDE, наших IDE, которые мы делаем на JetBrains, которые вообще в принципе релевантны для тестирования, для любого тестирования, ручного тестирования, автоматизированного тестирования. Вот, у нас есть поддержка совершенно разных языков, там Java, Kotlin, Python, C Sharp, JavaScript, всех, прости, экосистем, которые живут и развиваются. Мы позволяем вам писать на всех этих языках тесты и добавляем ко всем этим языкам большое количество тулинга, которое вам тоже может помочь эффективно что-то тестировать, как вручную, так и автоматически. Это вот основное. Помимо этого, последнее время, где-то последний год, может быть, чуть больше, мы стараемся сконцентрироваться на тех задачах, которые стоят прямо перед инженерами автоматизации тестирования. Мы отдельно смотрим на их юзкейсы, помогаем им как-то писать тесты лучше, быстрее, сильнее, выше и прочее. И для этого у нас есть тоже специальные такие плагины, например, плагин для написания тестов на Селеню. Тоже можете на него посмотреть. Сегодня я постараюсь тоже его возможности озвучить и показать вам. Но в IDE, как я уже говорил, очень много всего, и все это кажется для разработчиков. А мы хотим как-то весь мусор откинуть и посмотреть на главное, что у нас предназначено для тестирования. Так что давайте пойдем, будем начинать что-то делать. Так, я переключусь на IDE. Пожалуйста, макните мне в чате вдруг, если вы что-то не видите или пропустили начало, вы сейчас должны видеть мою IntelliJ IDEA. И сразу оговорив, пока мы не начали, доклад релевантин не только специалистам, которые используют Java по каким-то причинам, а вообще в принципе любым специалистам, которые даже может быть код не пишут, может быть просто вручную что-то тестируют. Будь то вы используете PyCharm или GoLand или WebStorm или любую другую IDE, весь контент этого воркшопа будет вам в принципе релевантин. Мы сегодня не будем делать на самом деле упор на конкретные языковые фичи, я буду концентрироваться на возможностях всех интегрированных средств разработки. Поэтому откиньтесь в вашем кресле, расслабьтесь, нагружать вас сложными знаниями мы сегодня не будем, а будем вам показывать, как продуктивнее все делать в IDE. вот, поехали. Значит, вот у меня здесь... Юра, пока-то я не начал, я добавлю, что я сегодня забуду все, что знал, видел и помнил и буду просто с нуля тоже вместе с тобой учиться, вместе с вами, дорогие зрители. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, я буду их просматривать, складывать в пачки и отгружать на ответ. Да, здорово. Действительно, у нас воркшоп интерактивный, не стесняйтесь задавать вопросы, мы будем прямо по ходу на них отвечать и вот не отходя от кассы, сразу обсуждать какие-то вещи, которые вас волнуют. Вот, мы делаем это все для вас в первую очередь, так что не стесняйтесь. Супер. Значит, поехали. У меня будет здесь какой-нибудь пустой проект, давайте я как бы без каких-либо лишних церемоний открою его, вот, все здесь вот спрячу, вот. Вот так обычно выглядит мое рабочее окружение, я вот что-то открываю и вот такая вот пустота, как-то звенящая пустота. Вот. И в VDE, чтобы что-то начать делать, хорошо бы знать разные всякие полезные шорткаты и какие-то из них мы с вами прямо сейчас видим здесь. Вот они написаны, можно все, что в Revere, можно Project View, можно GoToFile и всякие разные. И вот первое, что я обычно делаю, я нажимаю вот этот самый Alt-1, а я надеюсь, вы прямо сейчас видите все шорткаты, которые я нажимаю в нижней части экрана, вот я еще раз это повторю, вы должны увидеть такую зелененькую надпись, шорткаты, основная левая складка, которая показывается, это Windows и Linux, а справа в скобочках Mac, если вы вдруг Mac используете. Вот. Открыли Project View, вот смотрим на наш пустой проект, в этом проекте мы попробуем с вами сейчас писать какие-нибудь тесты. Я еще раз озвучу, что наша цель сегодня не написать какие-то суперклассные тесты, а наша цель научиться работать с IDE. Поэтому как-то не судите строго, тесты будут игрушечные, вот, это так и задумано. Значит, мы с вами пойдем в тестовый каталог, в качестве модельного языка для тестов пусть будет Java, много Java там не будет, так что будем создавать здесь тесты. Вообще, в моей регулярной жизни я довольно часто пользуюсь мышью. Я вот много чего делаю при помощи всяких действий, типа правый клик или там контекстное меню разные, которые вот здесь появляются. Но вообще, когда я был начинающим разработчиком, я заметил, что если какие-то действия я делаю при помощи клавиатуры, то я делаю их быстрее и намного как бы аккуратнее и проще и меньше лишних телодвижений затрачу. Вообще, экономирую энергию. Поэтому вот давайте я покажу вам, как можно что-то начать делать без даже мыши. Вот мы пришли в Project View, у нас есть Java каталог и нажмем сразу такой вот шорткат, Alt Insert у меня это в моей раскладке. Этот шорткат универсальный, он работает во всех разных местах не только в Project View, но и в редакторе кода. Он что-то создает. Вот такой шорткат создаватель. И мы будем создавать Java класс. Этот Java класс у нас давайте будет как-то очень просто называться. First Test. Это будет обычный совершенно класс. Вот он у нас тут есть. Без всяких даже пакетов. Просто вот класс и класс. И здесь мы с вами будем писать какой-нибудь тест. Я еще раз воспользуюсь этим замечательным шорткатом Alt Insert в моем классе и обнаружу здесь сразу вот такие вот готовые заготовки, которые позволяют быстро создать что-нибудь. И мы будем создавать что? Мы будем создавать тест. Давайте тест. Мы будем создавать тест и назовем его как... Давайте... Пусть у нас будет тест, который разбирает какие-нибудь даты. Будем что-нибудь с датами делать. Вот так легко и непринужденно мы создали класс и тестовый метод. И здесь давайте попробуем писать какой-нибудь код. Ну, очень просто. Я начинаю что-то набирать, что-то набирать. И вот у меня вылазит мой completion. Вроде бы по мере набора мы видим вот этот самый стринг. У меня будет здесь какая-нибудь строчка со значением. А какое сегодня число, кстати, вот у нас разминок. Ты помнишь, сегодня какое? Седьмое. Седьмое. Ой, да, слушай, действительно, я хотел вам напомнить всем, что мы делаем с вами сейчас смертельный номер вам показываем вместе с Размиком. Я вот открою help about. Здорово, что ты Размик напомнил. Где у меня, кстати, about? Вот он. Прямо сейчас, вот три часа назад вышел релиз IntelliJ IDEA 2021.1. Это первый большой релиз в этом году. И мы не постеснялись, взяли прямо эту версию релизную и будем на ней вам показывать воркшоп. Если что-то будет взрываться, вы знаете, так это задумано, это спецэффекты в воркшопе. Так что вот хорошая дата, 7 апреля у нас, 04. У разработчиков есть такие отмазки, а у инженеров нет таких отмазок. Да, это правда. Так, про дату поговорили, дата будет такая, будем пытаться ее сейчас парсить. Юра, я тебя собью чутка, если можно. Давай, быстренько упомяни наш... Меня не слышно, что-то в чатике. Наверное, слышно. Упомяни, пожалуйста, плагин, который показывает шорткаты. Да, вот вы могли заметить, что все, что я делаю, отображается снизу, действительно. Это очень полезный плагин, который написал в свое время Николай Чашников, наш лид команды платформы IntelliJ IDE. Называется этот плагин Presentation Assistant. Вот он. Вы можете его свободно установить из Marketplace. Вы прямо приходите и пишите сюда Presentation Assistant, находите его, ставите, в любую нашу IDE ставится. Суперполезный плагин для всяких разных презентаций и занятий, воркшопов или просто, чтобы показать, как что-то делать. Так что вот этот плагинчик вы найдете, у него очень много пользователей довольных. Так, поехали, значит, к тесту. Тест будет что-нибудь тестировать. Давайте попробуем что-нибудь тестировать, попробуем, например, дату эту разобрать. Вот я хочу взять и эту дату распарсить. Ну, неважно, как это делать в Java, есть какой-то API, вот Local Date, допустим. Я нажимаю здесь точку, буду парс. Вот он. Парс. Вот парс. И что мы здесь имеем? Ну, обратите внимание, что я, когда хочу посмотреть на те параметры, что у меня есть, я могу вызвать вот такой вот параметр info по папочек и увидеть интерактивную подсказку, в каких позициях вызова, какие параметры вообще ожидаются. Ну, вот здесь у меня будет мой этот date, да, и вот здесь ожидается какой-то странный объект, о котором я пока что-то вот, ничего не могу сказать, какой-то date, time форматор. Если я позову здесь completion, и DE вываливает на меня какую-то гору просто ерунды какой-то, совершенно непонятной, и никак мне не помогает. А как ее заставить, чтобы она чем-то помогла? Можно попробовать воспользоваться специальным типом автодополнения под названием smart type completion. в моей раскладке это control-shift-space. Вот. И здесь вы увидите сразу только те объекты или те функции, которые возвращают значения, подходящие по типу. Вот. Вот этого самого типа date, time форматор. И мы будем использовать такой date, time форматор, который принимает вот какой-нибудь паттерн. Вот давайте какой-нибудь паттерн здесь будет ожидаться. И мы попробуем здесь, ну так, 0.7, это у нас, значит, какая-то дата, потом у нас какой-то месяц и потом у нас четыре циферки года. Вот. Я вот что-то написал. Супер. Дальше я такой думаю, блин, надо вот теперь это то, что мы парсили, сложить в переменную. Как это можно делать? Можно делать вот очень просто, да, вот переходить в конец строки, нажимать shift home и выделять строку, не знаю, переходить или вот сюда, вот писать здесь тип какой-то, но это очень долго. Обычно я так не делаю в своей повседневной жизни. Вместо этого есть много всяких возможностей, как вынести переменную. Одна из самых простых возможностей это шорткат alt-enter. В любом месте, практически в любом вообще месте кода, вы можете его позвать, и он предоставляет вам разные варианты выхода из положения. Это такой шорткат Bruce Willis. Вот, он приходит и как бы решает ваши проблемы. Будь то красный код, желтый код, серый код, или даже просто код, как у нас здесь с вами, никакого желтого кода здесь нет, он может вам помочь. И вот мы его вызвали, видим такое вот меню introduce local variable, можем его нажать, и сразу нас перебросят в левую часть выражения, где мы сможем дать наше переменное имя. Пусть это просто будет какой-то local date. Вот, это первая возможность такая простая, так написать. Но даже это не самое быстрое. Есть специальный шорткат, замечательный, который называется extract variable из меню refactor. Давайте посмотрим на него, что он из себя представляет. Здесь вот есть, если полистать, есть extract variable, вот, есть специальный прям шорткат, который делает из любых выражений делает переменные. Вот мы берем вот так, alt-shift-v, и сразу же получаем переменную из всего, что мы написали. Это вторая опция для вас взять и вот так вынести переменную из любого места. А есть еще и третья, как-то у нас сегодня целая ассорти этих опций, как что-нибудь вынести. Третья опция называется post-fix completion. И увидеть ее очень легко. Если поставить точку и начать печатать примерно, что вы хотите получить, а я хочу вот variable, я начинаю писать начало слова variable, я увижу вот такие две опции, var и var-l, которые показывают, как мое выражение будет преобразовано. И я могу, не отвлекаясь на нажатие шорткатов, я могу их просто даже не помнить, эти шорткаты, сказать, что я хочу var, нажать enter и получить соответствующий тот же самый результат. post-fix completion очень удобная вещь, она бывает всякая разная. Например, для циклов я могу взять из числа, например, мне нужно сделать цикл от 0 до 10, я могу вот здесь написать, что я хочу for cycle и получить сразу вот он, этот самый цикл. Тоже при помощи post-fix completion. Вот. Мы берем и это дело создаем при помощи вот такой вот опции в конце выражения. Это очень полезная вещь именно тем, что вам не нужно переключаться, вам не нужно менять контекст, елозить кареткой по коду вот и тратить драгоценное время на какую-то вот рутину. Вот. Наш главный посыл, что в IDE мы избавляемся от рутины прежде всего. Вот. А если бы мы, например, не знали, вот давайте предположим, что я не знаю никаких этих опций, вот этих волшебных, да, но хочу что-то сделать. Вот. Есть такой замечательный шоткат, shift-shift. Он в самом начале у нас там на экране был написан. Вот я его нажимаю, этот самый shift-shift, и получаю вот такой вот поп-ап, в котором у меня показывается поиск по всему, по всем действиям, файлам, классам, каким-то меню. Здесь я могу написать, а чего я хочу. Я хочу abstract variable. Вот. Вот это и хочу. Вот. Introduce variable, он еще так называется. И я могу здесь, в этом меню, не зная никаких шоткатов, сразу подглядеть шоткат и даже воспользоваться этим вот вариантом, да. Очень рекомендую, очень полезно, если вы не знаете, как что-то найти. Например, коллега вам какой-то прислал строчку с названием какой-нибудь класса, и вы не представляете, как туда добраться по структуре вашего проекта. Shift-shift, и вы найдете. Вот. Если бы меня спросили, что самое полезное в этом докладе будет озвучено, я бы сказал, shift-shift, вот запомните одну всего вещь, она спасает вас, когда вы не можете что-то найти. Вот. Так. А вообще, если вдруг говорить про всякие разные шоткаты, когда-то давно, в допандемийные времена, когда мы еще с вами ходили в офис, я своим коллегам, начинающим, показывал вот такой вариант help came up reference, который открывает такой документ, в котором написаны все шоткаты, и если вы не переживаете про защиту окружающей среды, можете даже его распечатать и положить себе под клавиатуру. Оказывается, что это один из самых продуктивных способов запомнить и выучить какие-то шоткаты в VDE. Вот. Рекомендую. Ну, или можно просто взять и себе на рабочий стол бэкграунду поставить. Кроме этого, если вы действительно заботились проблемой того, чтобы выучить шоткаты и стать продуктивнее, продуктивнее в VDE. Есть даже специальный плагин, называется он K-Promoter. Вот он. Вы можете его поставить. Он будет вам подсказывать шоткаты всякий раз, когда вы пользуетесь мышью, вместо того, чтобы нажать какое-то готовое действие. Вот. Есть вот такой вот плагинчик, тоже вам советую. Так, а мы с вами продолжаем писать тест. Мы вообще так-то тест писали, да? Отлично. Юр, давай, я опять тебя прерву. Давай мы посмотрим еще, пожалуйста. Как параметры инфо вызвать еще раз? Может быть тоже через... Давайте, давайте. Вот мы пришли в какое-нибудь место. Мы хотим знать, что это за параметр. Нажимаем Ctrl-P, ну или вот соответствующий шоткат на macOS, и получаем вот этот поп-ап. То есть вот Ctrl-P, это всегда параметр инфо. Вот, очень здорово видеть, что ожидается, в каких позициях, и когда вы будете переходить или печатать в каких-то местах выражение, видите, поп-ап меняется и сразу показывает, о каких параметрах сейчас идет речь. Так что, не забывайте, вот можно его позвать. Спасибо, браздник. Да, очень крутая штука, спасибо. Да. Так, а мы с вами писали тест. Мы все знаем из выступлений наших коллег, что тест без асертов это что? Это не тест. Правильно. Вот, надо написать какой-нибудь асерт. Вот, надо только вспомнить, какой сегодня день недели. Наверное, сегодня среда, поэтому давайте попробуем написать, что ожидается, что сегодня среда. Вот мы распарсили эту local date, и у нас среда. И я хочу написать асерт, и я написал асерт, нажал контр-пробел, и как бы ничего. Вот, где мой асерт-эквелс? Я хочу асерт-эквелс. Иде, ты не справляешься. А есть такой вот вариант заставить иде посмотреть не только в текущем файле, не только на текущие переменные, что доступны, а вообще везде, дважды нажав наш completion. Вот, если мы два раза нажмем контр-спейс, вылетит вот такой вот completion, развернутый, по всему, что доступно в проекте. И мы сможем с вами найти наш с вами асерт-эквелс, даже не имея его, мы еще не импортировали его, он в этом файле не появился. Мы такие, вот, асерт-эквелс. Вот он приехал, наконец-то мы можем писать асерты. И даже сразу вылезет этот параметр pop-up. Вообще, недостаток G-Unit, а если вдруг вы пишете на G-Unit, там, на Java или на другом языке, всегда для меня был в том, что я не мог запомнить, что у G-Unit первый параметр expected, а второй это actual. Я регулярно их путал, и, в общем, потом у меня на CI были странные сообщения с такими expected, которые нигде не написаны в коде. И вот, да, параметр pop-up вам покажет этот самый expected, чтобы вы не забыли. Так, а expected у нас чего? Что сегодня среда, day of week нам нужен какой-нибудь, и это должно быть среда. Среда у нас это что? Это, наверное, вот так. И мы хотим из local data взять get day of week. Вот, здорово. Все, мы написали этот самый assert. Вот, справились. вот. И имеем, наконец, assert, который можно запускать. Но мне немножко не нравится код. Вот, посмотрите, мы с вами имеем вот такую портянку. Если их будет много, это как-то очень много кода. Давайте этот код упростим. В идее, как я уже говорил, есть шаркат Bruce Willis. Bruce Willis, alt, enter, нажимаем, и видим здесь замечательную опцию позвать статический импорт, упростить вот этот код. Ведь мы его, давайте, вот, add static import вот этот assert equals и получим наш вот этот код уже упрощенный. Вот. Здорово. Мы как-то написали какой-то тест, вот он теперь что-то хотя бы тестирует, вот, понять вообще как протестировать хоть что-то. Так, давайте теперь посмотрим эту дату, она мне как-то вот мешается тут, я вот ее написал вроде бы, да, а зачем написал, не знаю, одна все переменная, один usage всего у нее. Давайте как-нибудь ее вставим в то место, в котором она есть. И, в принципе, можно вот взять и попробовать нашего Брюс Филлиса, но он как-то что-то вот ничего не показывает вменяемого здесь, а потому что не всегда нужно хотеть переменно инлайнить. Посмотрим в меню рефактор. Есть вот это меню рефактор, где мы с вами можем найти второй полезный рефакторинг, это inline variable, то есть в любых языках, подчеркиваю, наш доклад сегодня не про Java, а просто про IDE, вы найдете такой вот рефакторинг inline variable, шоткат, запоминаем, control alt n, мы его зовем, и получаем во всех местах, где эта переменная используется, будет подставлено значение этой переменной, ну или там выражение, да, вот так легко мы преобразуем наш код, без необходимости что-то копировать, вставлять, там, навигироваться куда-то по мере вообще использования, но вот пока я это писал, да, сверху где-то у нас вот тут образовался какой-то серый код, почему-то мне идея показывает, что assertions она не используется, да, давайте это тоже уберем, вызываем шоткат Bruce Willis, видим опцию optimize imports, вот он, да, можно даже включить optimize imports на лету, тоже рекомендую, полезная опция, позовем ее, либо же, если вы любите шоткаты и не любите звать Брюса Виллиса, вам не нравятся лысые мужчины, вот, вы зовете control alt o, это тоже действие optimize imports, ну, и если вы совсем забыли, вы пойдете в все чевревая и найдете эту опцию там, вот, все чевревая, ваш друг все находит, optimize imports тоже находит и делает то, что от него ожидается, вот, это то, как мы можем попробовать заставить IDE делать то, что ожидается, вот, но это все, как бы, полбеды, часто довольно мы с вами пишем какой-то код, который берет и, например, давайте попробуем какой-нибудь плохой код написать, например, я вот выделю вот этот вот код, вставлю сюда и вот так вот оставлю висеть, нет, давайте что-нибудь, что-нибудь крамольное сделаем такое, допустим, вот сделаем string a равно 10, вот здесь сделаем, да, пусть у нас будет переменная, а здесь мы ее выведем, просто выведем, почему я, кстати, string a написал 10, кто знает, никто не знает, должно было быть в кавычках, вот так, отлично, вот у нас всего одно место, где это a используется, вот, довольно удобно тоже бывает ее взять и заинлайнить, вот, например, так, как мы с вами поступили, то есть можно взять и inline variable тоже для нее делать или сконвертировать в другие варианты, так, ладно, это давайте я уберу, это не суть нашего доклада, посмотрели, как написать код, давайте будем код запускать, вот теперь самый важный момент, а как запустить, есть варианты, конечно, мы еще вот здесь так подвигать, да, энергично, вот сюда нажать или вот сюда нажать, но вспоминаем про shortcut от Bruce Willis, приходим в dates, нажимаем alt, enter и получаем все те же самые опции для запуска, то есть во всех фреймворках, будь то JavaScript, Python или там Java, везде, где вы видите зеленый треугольничек на полях вашего кода, везде можно назвать также alt, enter и получать запуск, вот мы его взяли, говорим run, пусть наш код бежит, что-то там тестирует, проверяет, может быть, ошибся там с датой, да, не знаю, выбрал не тот день недели или день, давайте, кстати, попробуем сравнить день недели с get day of months, вот так вот, сравним какие-то вещи, которые несравнимы, да, вот видите, IDE в этом случае показывает вот такую подсказку, что вы пытаетесь сравнить две несравнимых вещи, и тут я бы хотел сделать такое отступление, что обычно IDE права, вот я как бы работаю над IDE и обычно IDE действительно не ошибается, но если IDE ошибается и вы понимаете это, что, например, вот этот вот ворнинг, он не по делу совершенно и он не относится к вашей ситуации, от него хорошо бы как-то избавиться, причем избавиться хорошо бы не вот так, закрыв просто код и как бы, ну и ладно, там куча желтого кода осталось, может быть, кто-нибудь из коллег разберется. Нет, так не надо делать, будьте бдительны и разбирайтесь с желтым кодом самостоятельно. А справиться можно, взяв и отключив инспекцию в том месте, где она вот нерелевантна. Мы берем нашего брусу-виллиса, вызываем этот шоткат и нажимаем стрелочку вправо. Здесь видим целую кучу опций, которые позволяют как-то рассказать IDE, что инспекция не по делу показана. Например, можем взять и сказать, что в этом вот выражении конкретно это все правильно. Ну, конкретно эта инспекция сейчас очень по делу вообще показывается, но я хотел вам продемонстрировать, что в тех местах, где вы разобрались лучше и знаете, что что-то показано не по месту, вы можете это отключить. А нам нужно вернуться к GetDayOfMonth, у нас сегодня это будет седьмое число. Вот, замечательно. Мы запускали код в вот этом Tool Window. Обратите внимание, я очень легко могу открыть любой Tool Window, взяв, нажать вот можно номер Tool Window. Если мы покажем с вами вот эти все наши заголовки ToolOcon, то у каждого ToolOcon на его заголовке можно обнаружить шорткат. для Run это Alt4, для Debug это Alt5, вот есть терминал Alt12 и другие всякие ToolOcon. И если вы вдруг закрыли какое-то ToolOcon, вы можете к нему вернуться очень легко, нажав соответствующий шорткат. Я, кстати, закрыл уже совсем. Давайте перезапустим, еще раз посмотрим. Это то, как вам легко открыть какое-то ToolOcon. Вот, например, вот этот самый Run. Кстати, что-то у нас не открывается. Давайте еще с дебагом запустим, посмотрим. Так, вот он наш дебаг, пробежал и все здесь пробежал. Это то, как мы с вами можем запустить какой-то код в одном месте я сейчас показывал. Мы брали и запускали один какой-то метод. Но вообще обычно хочется запустить тесты в каком-то большом окружении, например, в модуле или в пакете или в каталоге, если у вас какой-то скриптовый язык. Это тоже можно сделать, если перейдем с вами в Project Tool Window. Здесь нажмем наше контекстное меню, вызовем, вы здесь также обнаружите варианты запуска тестов во всем модуле или даже во всем проекте. Мы можем вот так легко сказать, что хотим тесты запустить все, какие есть. У нас, правда, он один. Давайте, может быть, добавим еще тест. давайте добавим какой-нибудь тест на что-то еще. Пусть он называется второй. Перезапустим тесты. Вот смотрите, сейчас я, у меня открыт дебаг, я хочу тесты перезапустить. Хорошо бы это сделать тоже как-то без того, чтобы идти сюда, опять нажимать жука. Во-первых, здесь есть шоткат Ctrl-5, который делает rerun. Конкретно мы так берем rerun и то, что было запущено в прошлый раз, запускается снова. Это первый вариант. Давайте, кстати, покажем, что у нас запускался один всего тест. А если мы с вами давайте попробуем целый класс еще запустить, чтобы у нас там было много тестов прошедших. И вот мы видим наши тесты. Если мы хотим их перезапускать, мы можем этим шоткатом Ctrl-5 пользоваться. Помимо этого, вы всегда можете нажать F9 и здесь в этом окне в F9 вы видите все run конфигурации, которые у вас существуют в вашем проекте. И можете их легко все запускать с отладкой или для запуска просто. Вот в этом окне F9 и run побежит запуск наших тестов. F9 позволяет запускать вам тоже из любого места, из любого контекста все run конфигурации, которые у вас существуют в вашем проекте. Но это полбеды запустить что-то. Хорошо бы, может быть, что-то настроить. Довольно часто мы с вами вынуждены не только запускать код, как есть, а, например, что-то настраивать. Для этого вы можете воспользоваться либо вот этим выпадающим списком Edit Configurations, либо я делаю это из F9 и здесь могу выбрать Edit и сразу попасть в диалог редактирования моей ранг конфигурации. И здесь настраивать разные параметры, память побольше или аргументы какие-то нужны. Вот видите, сейчас передается аргумент, что запускать все тесты из класса FirstTest. А я, может быть, захочу все запускать. Inarmant Variables, Code Coverage какой-то может вам потребоваться, все, что вам здесь может быть нужно. И новинка этого релиза, которая вот только-только появилась и которую, может быть, вам тоже захочется попробовать, это такая опция Run On. Она позволяет вам запустить ваши тесты не только на локальной машине, а, например, в каком-то окружении, таком, как VSL, Windows Subsystem for Linux, которая в Windows доступна, или, например, в Docker. Ну, у меня VSL нет на Linux, но у меня зато есть Docker. Я могу попробовать взять и мои тесты внутри Docker контейнера запустить в каком-то предподготовленном окружении. Это вот наша самая новая штучка, такая горячая, она как раз релизилась сегодня. Попробуйте, расскажите нам, что вы о ней думаете. Может быть, вам было бы полезно запускать тесты в каких-то сложных окружениях, которые вы хотели бы как Docker имиджи оформить. Ну, допустим, эти аргументы, назовем эту ранг-конфигурацию all tests, и теперь я бы хотел эту ранг-конфигурацию пошарить с моими коллегами. Вот давайте apply. Вот в таком варианте она никуда не сохраняется. Эта ранг-конфигурация моя личная, ее никто из моих коллег не увидит, а я бы хотел. Что мне для этого нужно сделать? Я могу пометить эту ранг-конфигурацию такой вот галочкой store as project file. Вот. И мы здесь с вами увидим, что наша ранг-конфигурация, она будет сохранена в каталоге .id ранг-конфигурations. Можем в другое какое-то место переложить, да, done, все, пускай там лежит, apply. И теперь вообще мои коллеги тоже узнают, что вот есть такая ранг-конфигурация и смогут ее запускать. Это полезно, но вот так прям не заработает. То есть я, я, конечно, вот это сделал, но в таком варианте это не заработает. Что для этого нужно, чтобы это заработало? Ну, у вас должна быть какая-то система контроля версий, например, git или svn или там может быть какая-то другая. Давайте я ее включу в моем проекте git, да, пусть он будет. И давайте посмотрим, а какие файлы иде предлагает нам в этот самый git сложить. Для начала я добавлю какие-то из готовых файлов gitignore, которые у меня сгенерировались, да, пусть он у меня будет. И обратите внимание, этот файл лежит, давайте я вот так покажу, excluded файлы, да, что вот у меня по умолчанию исключены каталоги build и точка gradle. Есть каталог точка idea, и вот в нем лежит моя ранг-конфигурация. Вот она, all tests. Она мне как бы нужна, я ее добавлю в VCS, а добавляю в VCS, я видите, тоже при помощи шортката control alt A, вот, можем добавить. Но также я вас призываю коммитить все остальные XML-ки тоже, добавить их, и вообще каталог точка idea всячески вам советую закоммитить в ваш VCS, потому что благодаря нему вы сможете пошарить с вашими коллегами всякие разные настройки, такие как настройки инспекций, вот эти ранг-конфигурации, может быть, настройки баз данных каких-то и других вообще полезных в команде вещей, которые у вас должны быть с командой общие. Поэтому не забывайте, пожалуйста, каталог точка idea, он полезный, его бы стоило бы коммитить. так, ну давайте добавим все остальное тоже. Единственное, что я хотел бы написать gitignore файл, в который я бы хотел включить еще .gradle каталог, потому что не хочу, чтобы он коммитился, и build. Давайте вот так тоже добавлю этот файл. И что в итоге у нас получится? Ну, тест надо, конечно, добавить. и давайте их сгруппируем, сгруппируем по директориям. Вот такая вот структура у нас поедет в наш git, если мы захотим. .id, там лежат файлы моей команды, тест, который мы написали, и вот какие-то файлы сборки. Это вещи, которые используются у вас, может быть, в другом языке, в питоне или в JavaScript, у вас будут другие, конечно. Давайте это все закоммитим теперь. Вот я закоммичу, это будет мой first, test, какой-то, да, вот, все это у меня есть, ctrl-enter, чтобы подтвердить мой диалог. А вы вообще все диалоги, которые у нас есть в IDE, в принципе, можете подтверждать дефолтную опцию, вот эту подсвеченную синим, при помощи шотката ctrl-enter. И теперь я бы хотел и этот код утащить в какой-нибудь GitHub, например. То есть мало мне коммит сделать, теперь надо залить куда-нибудь этот код. Я вызываю диалог push, по шоткату ctrl-shift-key, и мне предлагают вот следующую опцию. Мы видим, что у меня есть ветка мастер локальная, у меня нет ремоута, нет сервера, куда бы я мог закоммитить, и вообще я могу, конечно, его здесь определить, URL поставить, но это не самая удобная опция. Есть вот такая замечательная у нас опция, это GitHub, share project on GitHub. Если вы делаете какой-то прототип простой, или какой-то маленький опенсорсный проект, или какую-то библиотеку опенсорсную, вы можете очень легко взять текущий проект в Git, который оформлен, и взять, пошарить его на GitHub. Ну вот мне предлагают залогиниться, давайте я залогинюсь, сейчас у меня в браузере поднимется кнопочка логина, вот, я там соответственно залогинюсь, вот, и у меня произойдет логин VDE. Так, отлично, ну там ничего интересного в браузере, там подтверждение от GitHub только, вот, и мы с вами получаем вот такой диалог, в котором нам все, можно написать название репозитория, как он будет называться на GitHub, даже можем private его сделать, если нам не хочется никому это показывать, да, давайте назовем его как-нибудь gazing bug 2021 workshop, вот, отлично, вот у нас это будет ремонт, и мы этот, значит, проект, который мы тут так вот рожали с одним этим тестом, отправим в GitHub, вот, отлично, можем даже взять и эту ссылку открыть и посмотреть, что у нас все залилось, прямо в прямом эфире с вами мы залили какой-то код в GitHub, соединили, сейчас в данный момент соединился наш репозиторий локальный с репозиторием в GitHub, вот он наш код, first test, две минуты назад я при вас вот это все залил, вот, можно делиться этим кодом теперь с коллегами, здесь у нас есть и ран конфигурация наша, которую мы подредактировали, вот она, и все настройки, которые мы сделали, вот, это такая простая, легковесная опция для того, чтобы ваши проекты куда-то доставить, вот, можно это делать не только в GitHub, но и в другой любой гит-репозиторий, для этого нам воспользоваться обычной опцией define remote, вот, которую мы не стали пользоваться. Очень круто, Юра, прямо круто, что можно так легко все закинуть в GitHub, а у нас, тем не менее, аудитории есть пара вопросов, один касается run-on на комьюнити-версии, я так понимаю, что она недоступна только в Ultimate. Run-on опция должна быть доступна, на самом деле, в комьюнити, пожалуйста, проверьте, что у вас самая свежая идея, вот, я напоминаю, гвоздь нашей программы IntelliJ IDEA 2021.1 релиз, собранный вчера, протестированный сегодня, выпущенный три часа назад, не забывайте, вам нужен самый свежий релиз IntelliJ IDEA, опция запуска на докере должна быть доступна везде, не забудьте поставить докер-плагин, мы сегодня, кстати, до этого тоже дойдем, докер-плагин для комьюнити-эдишн нужно поставить из Marketplace, вот, поставьте докер-плагин, он для комьюнити-эдишна ставится, не забудьте установить тоже. И второй вопрос, мог бы ты показать, где поменять схему клавиатуры, потому что, ребят, в райдере, например, целых три опции там, там есть идейская версия, Visual Studio и еще, по-моему, какая-то Old Fashioned Idea, или Old Fashioned Visual Studio. Это правда. Так, вот у нас справа, давайте видите, вот эту шестереночку, IDE and Project Settings, ее нажимаем, здесь Settings у нас нам нужно, и вторая строчка, буквально вот здесь у нас вторая строчка, Keymap, в которой довольно много опций. Ну, у меня здесь, видите, вот есть всякие Linux-овые варианты, да, типа KDE, GNOME, есть MacOS, есть Windows, есть вот Visual Studio, если вы райдером пользуетесь, да, вот эту опцию очень легко поменять, вот здесь глобальный Keymap, вот он есть, пожалуйста, меняйте, вот, в Settings Keymap, вот. Так, какие-то вопросы еще есть? И пока мы далеко не ушли, да, прям только что пришел вопрос о том, как перезапустить только упавшие тесты, если отдельный ход кейли. Отлично. Давайте уроним тесты. Я думаю, что наши зрители очень правильно вопросы задают. Мы помним с вами, что те тесты, которые не были красными у нас, это не настоящие тесты. Вот, то есть если мы не видели что-то, что оно падает, этот тест, ну, неправильный, короче, надо, чтобы падал, чтобы видеть, что тест вообще что-то... Чтобы он доказал свое право на существование. да, давайте уроним, короче, вот эти, давайте один уроним тест, вот этот, да. Значит, я перезапускаю наши эти тесты. Сначала сейчас упадет один, у нас один должен пройти, один должен упасть. Вот, вот видите, у нас что-то сломалось, что-то нет. Есть вот эта замечательная кнопка, вот она, прямо тут, rerun fail tests. Вот. Вы можете взять и ее нажать, и все побежит. Побежит только тот тест, который вот упал. Вот. Кстати, у меня вот какой-то... А, ну я тут подхачил, да, эту run конфигурацию, надо не забыть, что надо было бы ее поменять. Давайте поменяем. Я вот это все уберу сейчас. Окей. Это закрою тоже. Давайте запустим. О, релиз у нас сломался, как уже удачно. И давайте еще раз run сделаем и попробуем перезапуск. Так, вот наш first test. Пока у тебя перезапускается тест, я еще хочу сказать, что мы сегодня проводим, если я правильно понял, конкурс. Ну, в общем, в любом случае, задавать хорошие, сложные вопросы будет полезно. Вот. А за самый крутой вопрос мы обещаем три из книгу. Да, пожалуйста, задавайте вопросы, мы выберем самый лучший. Еще здесь есть другие интересные опции, помимо вот этих, такие, как вы можете взять и посмотреть всю тест-хистерию, все, что у нас падало. Видите, можно здесь взять и заглянуть, какие были тесты и какой у них был вывод. Не забывайте, что вот есть такая опция. И помимо этого, здесь еще есть вариант такой, что сейчас покажу, может быть. Так, ну, это вот, да, возможность открыть Gradle тест-репорт, то есть, если вы какие-то данные дополнительные туда передаете в те тест-репорты, которыми вы пользуетесь, вы можете взять и показать тест-репорт той билд-системы, которой вы пользуетесь. в частности, Gradle у меня показывает вот такой вот репорт сам еще дополнительно по пакетжам, по классам. Вот. Так что перезапустить тесты упавшие вот легко, rerun, и все побежит, все перезапустится. Так, закрываем это, это дело откатываем, чиним тест, тест-тест надо чинить. Вот, зачинили наш тест. Так, ну что, едем дальше? Так, это не то. Вот, едем дальше в IDE. в IDE. Так, давайте теперь мы с вами поговорим про всякие разные другие системы, которые у нас есть в IDE, которые вам могут помочь не только писать код, мы сейчас с вами писали код, как какие-то разработчики вообще, да, а тестирование-то где? Вот, давайте про это поговорим. Если вы, в принципе, просто читаете код, вот я читаю код, да, было бы полезно его как-то вот изучать более как-то структурировано. Вот, например, книжки мы читаем, да, и в книжках можно делать закладки. Или там в книжках, если у вас Kindle какой-нибудь, в Kindle можно выделять кусочки. Или там цитаты делать, в общем, всякое разное можно делать. Давайте попробуем взять какой-то настоящий проект, большой-большой какой-то проект, и его поизучать. Вот, мы с вами сейчас это игрушечное что-то делали, да, а я бы хотел вам показать, как оно в реальной жизни. У наших коллег из компании CodeBorn есть отличный open-source проект, называется CeliNeed. Вот, это open-source библиотека для тестирования UI. Я вот тоже воспользуюсь опцией GetFromVCS, которая позволяет легко из моего GitHub'а или из любого Git-репозитория, из любого Sven-репозитория достать мой проект. Я возьму проект CeliNeed, вот он у меня есть в моем репозитории, рядышком там с Fork'ом, мы его склоним сейчас, вот при помощи GitHub, CeliNeed, сюда, делаем клон, вот, у нас склонируется этот Git-репозиторий, он будет сразу туда настроен, связан с внешним репозиторием, с GitHub'овским, вот, и у нас, кстати, что-то падает. Давайте я расскажу, что с этим делать. Релиз свежий, что-то, что-то ломается. Если вдруг вы видите вот такое замечательное сообщение, я надеюсь, вы видите его нечасто, пожалуйста, не стесняйтесь сделать вот так. Взять и нажать Report to JetBrains. Вот, у нас существует отличная система, которая все ваши exception-репорты агрегирует, собирает их в issues, и мы эти issues видим и фиксим. Вот. Так что не забывайте, пожалуйста, пользуйтесь вот этим вот тулом, который репортит нам какие-то проблемы. Так, а у нас тем временем закачался вот этот Selenit проект. Это большой проект. Я в нем ничего не понимаю. Ну, то есть я, может быть, открывал его когда-то раньше, но уже все забыл. Вот, большое спасибо, что коллеги его делают, но иногда хочется в нем что-то поменять. И тут мне коллега мой говорит, что а давай ты поправишь какой-нибудь локатор с тест. Вот, серьезная как бы задача у меня. Просто вот в Slack пишут где-нибудь, поправь локатор с тест. Я не знаю, где-то этот локатор с тест взять. Я иду в наш Shift-Shift диалог и здесь пишу локатор с. Что локатор с? Локатор с тест я хотел какой-то. Давайте его даже. Вот. И по частичному совершенно написанию, я даже не знал, как точно он называется. Я вот написал первые четыре буквы первого слова, четыре буквы второго. Могу даже меньше. Вот какие-то такие вещи могу начать писать. И еще больше каких-то вариантов получим. Я знаю, что локатор, что-то там, тест. И вот нахожу мой тест. И какие-то еще методы. И вот так вы можете тоже очень легко проекты изучать, если вы не знаете, что где лежит. Вот. Приехали сюда. Я знаю, что вот над этим кодом я буду работать следующее какое-то время. Поэтому я хочу добавить этот класс в закладки. Воспользуемся шорткатом Ctrl F11. Появится вот такая вот плашечка, в которой можно выбрать манимонику для нашей закладки. Давайте пусть это будет там локаторы, да, L пускай будет. Вот. На полях появится вот такая буква L. Теперь мы с вами закроем этот файл. Все, забыли, где он был, забыли, над чем работали, все забыли. Пришли после отпуска такие, где мы были, что мы делали, где что найти. Вот. Откроем такое tool-окно Favorites и в нем в секции Bookmarks мы найдем все наши букмарки. Вот она L, вот она здесь. О, отлично, я был здесь, что-то здесь делал, над чем-то здесь работал. Аналогично вы можете эти букмарки посмотреть по Shift F11. Вот так открываем. В любом месте вы видите все букмарки, которые вы сделали по коду. Я обычно использую их во время дебага. Если вы что-то дебажите, что-то такое сложное, да, букмарки очень здорово помогают вернуться к какому-то коду, который вы раньше уже читали и смотрели. Вот. Это первая как бы возможность для вас как-то ориентироваться в том коде, который вы когда-то раньше изучали и что-то с ним делали. Вот. Рекомендую, пожалуйста, пользуйтесь. Вот. Второй вариант, что вы на чем-то работали и что-то делали и хотите в будущем туда вернуться, называется to-do и различные заметки, которые вы можете оставлять. В любом месте вашего кода в комментариях, например, вы можете написать to-do, давайте, артамонов, например, rewrite this code. Вот. Отлично. Переписать. Вот. А потом давайте еще вот размик у нас присутствует, дать to-do, размик, пускай у нас review this code. Вот. Потому что надо, чтобы было peer review. Мы любим peer review всякое, пускай вот он у нас будет. Отлично. Это все закрываем. Забываем с вами, когда сегодня урок амнезии. Вот. Забыли, где мы были, что мы видели. Открываем с вами специальное, давайте, tool-окно. Я закрыл его, но оно всегда есть во view to-windows to-do. Вот в этом tool-окне мы легко найдем все to-do, которые кто-то когда-то оставил. Ой, смотрите, в CodeBorn тоже to-do используют. Очень много to-душек понаписали сюда всяких-всяких-всяких по коду. Вот. Мы с вами вот эти to-душки хотим видеть. Я бы хотел, например, найти to-душки, которые относятся ко мне. Не все подряд, то, что мне самому надо сделать. Я могу их отфильтровать. Давайте вот edit filters, добавим новый паттерн. Я вот это скопирую, добавлю плюсик, напишу сюда to-do артамонов я хочу искать. Это будет какая-то вот такая другая иконка. Я даже цвет поменяю. Пускай будет зеленый ядерный. Choose. И это тоже будет зеленый ядерный. Окей. Вот такой вот будет у меня паттерн. Я здесь делаю окей. У меня сейчас проект переиндексируется по мере того, что мы хотели делать. И теперь видите вот эти tudушки, которые адресованы мне, с которыми мне нужно что-то сделать, я могу здесь увидеть. И даже я могу настроить новый фильтр по давайте назовем его mi, что мое. Вот назовем его mi, окей. И в этом tool окне я теперь выбираю mi. Все, отлично. Я вижу только те tudu варианты, только те tudu стройки, которые я сам лично оставил для себя или коллеги почему-то для меня оставили. Вот так несложно мы можем с вами это дело сделать. Вот. Так. Отлично. Это посмотрели. Нет ли у нас каких-нибудь вопросов по мере, пока далеко я дальше не ушел. Да, вопросов нет. Хорошо, что ты остановился. Вопросы есть, точнее. Хорошо, что ты остановился. Так. Ну, тут у ребят были проблемки с ран-таргетами, но думаю, мы их чуть позже посмотрим. Из интересного, значит, а, расскажи, Юра, вот что. Значит, у нас там, если у ребят есть Maven проект, и они сейчас, если я правильно понял вопрос, сохраняют Maven команды в ранг конфигурации. Собственно, ну, для меня это единственный возможный способ, но если ты знаешь еще более оптимальное решение по запуску тестов, то... Ну, в Maven, если у вас все очень сильно заточено на Maven и какие-то XML, в которых вы что-то настраиваете, всегда можно организовать запуск тестов из Maven Tool Window, вот взять какую-то тоже таску, которая в Maven используется, и создать для нее ран-конфигурацию. Вот, создать ран-конфигурацию вот для конкретной Maven-таски, сюда передать эти опции и запускать. К сожалению, я не знаю легкого способа из Gutter это делать, я попытаюсь вам сейчас его показать, мы иногда так делаем. Если вы пойдете в Add Configuration сюда, вот здесь можно найти кнопочку Edit Configuration Templates. И в Edit Configuration Templates можно попробовать взять и настроить некоторые из ран-конфигураций, такие как вот GUnit ран-конфигурация, Gradle ран-конфигурация или какие-то другие. Вот. Насколько я знаю, в Maven тоже можно это сделать, если сделегировать запуск тестов в Maven в настройках Maven. Давайте я найду Maven в Search в настройках. В Maven есть у нас вот такая вот опция Runner и здесь можно ее отметить Delegate ID Build Run Actions to Maven. Если вы это сделаете, насколько я помню, насколько я понимаю, то тесты, которые запускаются из Gutter, у вас тоже будут запускаться Maven. Пожалуйста, попробуйте эту опцию, она должна вам помочь с запуском тестов из IDE всяческим. Загляните, вот есть делегация Build'ов туда. Класс. Так, у нас очень много, ну, не много, но много вопросов. Хорошо. Кстати, интересно. Так, из интересного, Юра, вот если у нас, ты сегодня же упомянул, что мы экстремалы, показывают, что все на релизной IDE, если это и релизной IDE взяла, да и крашнулась, не дай бог. Будет ли записан где-то лог этой ошибки, можно ли будет его также зарепортить? Да, будет, вот здесь есть такая вот опция Open Log in Editor в хелпе, у нас персистентные логи хранятся, ну, всего, что вот там делалось, да, можно этот лог открыть, он большой, в нем вот сохраняются всякие, в том числе, асерты какие-то, вот здесь есть этот эксепшн, с которым мы встретились с вами, да, можно будет его взять и зарепортить, как в наш багтрекер, так и можно просто, вот есть submit a bug report прямо в IDE, вот, то есть вы легко можете эту штуку сделать, более того, если вы что-то сложное наблюдаете, например, зависание какое-то, можно собрать логи и диагностические данные вот при помощи соответствующего меню и соберется такой zip-архив, который полностью описывает последнее состояние IDE и какие там проблемы были, и этот архив можно будет нам выслать, мы его посмотрим и поймем, в чем дело и будем разбираться, вот, так что у нас есть всякие вот эти данные о том, что случилось, записываются, более того, мы даже, когда IDE падает, кончилась память, формируется вот такой вот hip-dump, у нас в опциях это есть по умолчанию, если IDE упало из-за недостатка памяти, создался hip-dump, его можно будет нам загрузить, специальный сервис, который мы предоставляем, и мы изучим, что утекло, может быть, плагин какой-то сторонний сломался, или несовместимость каких-то фич-Ede случилась, в общем, мы можем разобраться и потом тоже, вот. Да, спасибо, это очень круто, напоминаю, есть у нас U-Track, туда можно прямо напрямую создавать ищу, как Кира показал. Так, вопрос еще у нас про панель Local Changes, панель EGIT, она то появляется, то не появляется, но я так понимаю, что это еще раз история с настроечками, что она либо выносится отдельно, давай еще раз расскажу про это, да, Local Changes у нас исторически, давно, вот с самого начала, вот было в таком виде снизу tool-окно git, да, а с течением времени стало понятно, что некоторым людям намного удобнее, большинству даже, может быть, людей намного удобнее не вот так иметь Local Changes снизу, а, например, удобнее иметь окно git слева. Давайте попробуем это найти, где у нас эта настройка, version control, commit, и нам нужно найти commit tool window. Нет, сейчас commit, найду сейчас. Эй, давайте сотру все, еще раз, нам нужно VCS и VCS, нам интересно use non-model commit interface, во-первых, вот эта вот настройка меняет, как у нас это будет устроено, во-вторых, давайте посмотрим, может быть, нам ее хватит, кстати, давайте окей, окей, вот, да, вот use non-model commit, вот эта настройка, она переводит вашу раскладку tool-окон вот в такой режим, в котором существует commit tool-окно, вот оно слева, и вы легко можете видеть именно local changes в виде commit tool-окна, вот прямо здесь, да, берете, выбираете, commitите, и это все commitится, и отдельно, если вы вдруг нуждаетесь в просмотре логов гита, да, есть git tool-окно вот снизу, вот, то есть вот это такой вот вариант сейчас по умолчанию используется в новых инсталляциях IDE, но мне нравится предыдущий вариант, где commit был в виде диалога, вот эта опция use non-model commit interface, она как раз отвечает за эту настройку, вот, вот у меня local changes снизу, вот, так что можете тоже переключить и выбрать, как вам удобнее, вот, так, и давай немножко поговорим про hot swap, я уже немножко вперед забегаю, потому что есть вопрос про перекомпиляцию на лету, вот, ну давайте, наверное, не знаю, получится ли это показать сейчас, но точно можно как-то, скажи, пожалуйста, в двух словах, что это такое, да, у нас есть такая опция, называется hot swap, она работает, на самом деле, почти автоматически в том плане, что вам достаточно сделать build, вот, если у вас в это время запущен проект, давайте что-нибудь запустим, попробуем, я попробую сделать Java class, давайте, demo, вот, пусть у нас будет Java class, мы здесь сделаем main, кстати, вот отличный вариант, я могу вам показать live template, видите, я написал слово main, у меня подсказывается вот такая вот строчка main method declaration, если я сейчас нажму tab, вот так, да, у меня вставится целый кусок кода, который вот описывает main какой-то, да, и что-то здесь делает, так, что я хочу, я хочу взять и запустить какой-нибудь свинг, не знаю, давайте, какое-нибудь приложение запустим, пусть оно будет запущено, нет, я думаю, даже лучше не свинка, а просто command line, какой-нибудь while true сейчас сделаем, чтобы нам не утруждать себя, да, thread sleep и будет здесь, давайте, 10, нет, 10 тысяч, добавим этот exception, сейчас позовем какой-нибудь метод, позовем метод, давайте, какой-нибудь my method, ну, кстати, сейчас будем звать опять Брюса Уиллиса, создали метод, которого нет, и вместо того, чтобы идти туда и создавать как-то метод ниже, да, мы можем прямо отсюда сказать, да я, просто создай этот метод сама там как-нибудь, вот, и она создала, вот, и в этом методе давайте что-нибудь выводить, давайте выводить, будем hey, вот, я сейчас запущу эту программу, давайте все это оптимизируем, да, вот, запустим мы ее с дебагом, чтобы работал hotswap, если вы хотите hotswap, да, нужен дебаг, вот, он должен это все вот поделать, так, запустится сейчас, будет что-то выводить, каждый там 10 что-то там секунд, да, будет выводить hey, вот, сейчас запустится, я просто напомню, что мы отвечаем на вопрос Юлии про перекомпиляцию на лету, да, 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 название hotswap никого не это, да, перекомпиляция на лету, вот, выводится наш hey, да, что-то есть, давайте поставим здесь breakpoint, сейчас мы сейчас сюда придем, вот, breakpoint, что мы пришли, вот, и у нас будет сейчас шанс перекомпилировать наш проект и начать делать что-то другое, и вместо system.out.println я хочу начать в system.er в другое место выводить error, допустим, вот, вот так, а вот эту вот удалю, вот, и теперь я делаю build, build project делаю, и видите, у меня сразу выводится, что один класс reloaded прямо вот в процессе, короче, вот, и в принципе, если вы, ну, еще не делали этого, у вас будет такая вот такая нотификация будет от tde, а хотите вы сейчас, чтобы мы вам hot reloaded, да, если вы скажете, что хотите, то, в принципе, оно все вот применится, тоже как у меня, вот, давайте посмотрим, что-то должно было поменяться, не знаю, поменялось ли, hey, так, где наш какой-нибудь system error, как нам его увидеть, о, error, все, вот, видите, красненький error, вот, я перекомпилировал программу, достаточно вот breakpoint, вот, нужно сделать build, и ds сама предложит вам подкинуть изменения на горячую в текущий процесс, вот, это в jvm актуально, если вы пишете на java, вот, в других языках все немножко по-другому, вот, все. крутота, крутота, так, у меня и предложение, что если мы это все сейчас закоммитим, а потом поредактируем эти все коммиты, а потом откатим все назад, потому что как раз вопрос поступил именно на эту тему, как откатывать коммиты, и именно через IntelliJ редактировать их, все, что еще было не запущено. это очень важный вопрос, довольно часто мы сталкиваемся с тем, что мы сделали, например, много коммитов, хотим один, или там сделали что-то не то, что-то удалили, да, давайте я покажу, пусть у меня будет вот это все, давайте группировку уберу, группировку уберу, вот мои файлы, я их закоммичу, давайте это будет error, потом я закоммичу какое-нибудь изменение, в котором будет все-таки что-то правильно написано, systemout, допустим, systemout, println и hello, вот, это тоже закоммитим, commit, пускай даже с таким же месседжем, и теперь я хочу, вот, чтобы не два коммита ушло в мой гид-репозиторий, видите, error и error, два коммита, а хочу, во-первых, отредактировать, как он называется, этот коммит, чтобы по-человечески назывался, hello, допустим, да, а во-вторых, хочу, чтобы был один коммит, чего делать, в tool-окне git или в tool-окне vcs, как оно у вас называется, то есть от vcs названия, вы видите вкладочку log, вот, и здесь, нажав просто f2, вы можете любое сообщение, которое еще вы не запушили, не запушили какие-то коммиты, изменить, вот, это будет hello, а теперь я хочу сделать из двух коммитов один, вот, как это сделать, в git существует отличная возможность под названием rebase, и в меню git rebase вы найдете такую вот, такую вот опцию, да, я сделаю git rebase с origin master, то есть с тем состоянием, которое у меня находится сейчас на сервере, запускаем rebase, так, о чем у меня, а, сейчас, секундочку, не ту ветку выбрал, rebase, master, rebase, нет, слушайте, сейчас, секунду, origin master, давайте я сделаю pull, может быть, у меня что-то не доехало, так, все, all files up to date, смотрим на историю, вот у нас origin master на вот этой вот отметке, да, first test, а master у нас сейчас на отметке hello your first test, и нам нужен rebase как раз с origin master опции интерактивно, вот, вот эту опцию с вами забыли, да, что нам нужно не просто, а интерактивный rebase нам нужен с веткой origin master, делаем rebase, и вот теперь IDE нам поможет изменить историю того, что мы еще не запушили, и у нас будет вот два коммита здесь, один коммит, давайте сделаем reward, hello Gizenberg будем назвать его, то есть тут тоже можно, в принципе, все переименовать, hello Gizenberg, а вот этот коммит, мы хотим как-то так вообще вместе с этим, да, объединить, чтобы они стали, ну, одним, вот, и воспользуемся этой опцией fix up, вот, ну, при этом, правда, вот это сообщение поменялось, да, вот такое сообщение, будет как error, поэтому я здесь давайте еще раз его изменю, потому что fix up применяется от последнего коммита к предыдущему, вот, вот так сделаем, теперь мы делаем start rebasing, и получаем всего один коммит, в котором включены все изменения из двух ревизий, Damage Java, all tests, и при этом здесь изменения сразу правильные с hello, вот, теперь мы получаем всего один коммит, который надо запушить, вот так вы можете легко отправить в гид подредактированную аккуратную историю, вот, до того, как вы что-то некрасивое туда зальете, вот, так, ну, я надеюсь, я ответил, давай откатим этот коммит, откатим этот коммит, давайте откатим, вся идея в том, чтобы его, значит, сейчас сделать, а потом сказать упс, да, чтобы откатывать коммиты, надо провести немножко внимание, я вас, как бы, так попугаю, да, во-первых, выберите ту ветку, с которой вы сейчас работаете в логе, конкретно, чтобы видеть одну конкретную ветку, во-вторых, поймите, какие коммиты вам точно не нужны, вот, hello, Гейзенбакт, например, не надо, нам нужен только вот этот, и вот тогда здесь мы можем нажать вот такую вот опцию, да, reset current branch to here, и все коммиты выше, они все будут как бы удалены, убраны из истории, есть всякие опции того, как это делать, можно, например, изменения положить в change set, чтобы продолжить их менять, можно вот файлы оставить, а разницу там, значит, отложить, вот, а можно просто hard, вот, я чаще всего делаю hard, hard берет, просто убирает состояние отовсюду, и из файлов, и из истории, все, и у нас теперь нечего, нечего пушить, вот, мы получаем такое вот чистое состояние до того, как мы писали это все безобразие с hot swap и обновлениями, вот. А если вдруг, а что делать, Юра, если вдруг уже все запушено, форс ребейзом, это форс пуша тоже делать не хотим. Плакать, плакать и каяться, вот, идти к вашим коллегам, которые занимаются вашим VCS, и общаться с ними, как вам аккуратно на сервере это сделать, потому что, если вы что-то запушили в гид, вот, надо аккуратненько это сделать, либо повести в коллег, чтобы они ничего не коммитили и не пушили в то время, когда вы будете делать форс пуш, либо поменять ветки уже на сервере серверными средствами, вот, пожалуйста, сами это не делайте. А может ли идея сделать коммит, который отменит, который инвертирует мои предыдущие усилия? Да, действительно может, можно воспользоваться опцией реверт коммит, и будет создан новый коммит, в котором будут добавлены только те изменения, которые сейчас берут и менять, ну давайте, я вот все отключил, правда, этим коммитом, я вот сейчас открою терминал и git log покажу вам, git log n2, вот, у меня так, нет, сейчас, git status мне надо сейчас, git status, вот, я, видите, сделал сейчас состояние такое, реверт, как бы, да, которое отменяет все мои изменения, вот, давайте я верну все, git reset, минус-минус hard, чтобы было у меня все-таки, как вот, как хед, как вот положено, вот, как мы писали код все-таки, вот, так что вы можете вот этот реверт использовать, реверт создает новый коммит, который просто изменяет состояние к предыдущему, вот, можно этим. Ребята, это снова я, моя текущая задача вас прервать и сказать, что все остальные вопросы мы ответим во второй части доклада, а также добавить несколько дополнительной информации, так что мы с ребятами не обращаемся, но увидимся буквально через полчаса. и, 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 Продолжение следует...